23 мая 2017 года в эфире нашей программы был показан сюжет о дорожной аварии, в которой погибли три человека и еще шесть получили ранения. Авария произошла накануне этого выпуска, 22 мая, за полчаса до полуночи на 43-м километре автодороги Нижней Серги-Михайловск-Арти. Автомобиль ВАЗ-2108 на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где последовательно столкнулся с двумя грузовиками «Ивека Дейли», фургоном «Фольксфаген Крафтер» и легковым автомобилем «Тойота Королла». В результате этих столкновений «Ладу» разорвало на две части, а ее пассажиры оказались выброшены на проезжую часть. Всего в «восьмерке» находилось пять молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Трое из них от полученных ранений погибли. Собрав информацию об этой трагедии, что называется по горячим следам, у сотрудников ГИБДД и людей, представившихся друзьями погибших, Тау ошибочно назвала водителем «восьмерки» жителя Михайловска, Романа Галиакбарова. Мать погибшего юноши Татьяна Фетисова сочла, что тем самым мы обвинили ее сына в совершении преступления и обратилась в суд за защитой чести, достоинства и компенсации морального вреда. Суд Октябрьского района Екатеринбурга иск Татьяны Фетисовой частично удовлетворил, обязав телевизионное агентство «Урала» опровергнуть сведения, признанные несоответствующими действительности, а именно следующие фразы. За рулем тонированной «восьмерки» находился 24-летний Роман Галиакбаров и 24-летний Роман «Водитель восьмерки». Как установило следствие, продолжавшись в течение месяца, машиной ВАЗ-2108 во время столкновения управлял другой человек, а именно 23-летний Антон. Роман же в этот трагический момент находился на пассажирском месте. Исполняя решение суда, мы опровергаем ранее прозвучавшие в нашей программе сведения о личности водителя ВАЗ-2108 как несоответствующей действительности. Только что в нашей программе прозвучало официальное опровержение сюжета, показанного нами в мае 2017 года. Таким было решение суда, состоявшегося спустя год после выхода программы в эфир. Будучи людьми законопослушными, не исполнить это решение мы не могли. Как не можем не заявить о своем категорическом несогласии с этим решением. Поясним почему. 23 мая прошлого года в эфире и на сайте телевизионного агентства Урала действительно вышел сюжет об автокатастрофе в Нижнесергинском районе Свердловской области. В этой аварии погибли три молодых парня и еще шесть человек получили ранения. Трагедия произошла ночью. Сюжет вышел на следующий день по материалам, представленным ГИБДД, то есть по горячим следам. Вот фрагмент того сюжета. Совершил касательное столкновение с двумя встречными автомобилями и лобовое столкновение с третьим автомобилем ИВЕКО, в результате чего автомобиль практически разорвало на части и водители-пассажиры этого автомобиля вылетели на проезжую часть. Кто из выпавших на дорогу пассажиров, разорванной в клочья восьмерки, был ее водителем, дознаватели Нижнесергинского УВД установили много позже, когда смогли опросить выживших в этой аварии. Официально же виновность этого водителя была установлена и вовсе спустя месяц постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Таким образом, назвать кого-либо из участников этой аварии виновным в ней уже на следующий день мы не могли и не делали этого. В подтверждении еще один фрагмент того сюжета. По словам участников аварии, вероятной причиной трагедии стало превышение скорости. Молодой человек не справился с управлением, кроме того, в низине, где произошло столкновение, скопился туман. Более точные обстоятельства аварии будут установлены в рамках уголовного дела по факту нарушения ПДД, приведшего к гибели двух и более человек. Между тем, нами действительно было сказано, что за рулем восьмерки в тот день находился Роман Галиакбаров, что и было признано судом по иску его матери, порочащим его честь и достоинство. Обратите внимание, за смерть названного нами молодого человека суд наказал не убившего его водителя, поскольку тот и сам погиб в той аварии, и не их многочисленных друзей, видевших, что водитель восьмерки пьяным садится за руль, а СМИ. Ну что ж, тогда расскажем, как на самом деле произошла эта автокатастрофа. Благо сейчас, по прошествии года, о ней известно гораздо больше. 22-летний Роман, ошибочно названный нами водителем, по словам его матери Татьяны Николаевны, был чрезвычайно положительным человеком. Уйдя на срочную военную службу, позже он подписал контракт и стал настоящим черным беретом, морским пехотинцем, к тому же служившим в подразделении военной разведки. Роман героически прошел через сирийскую кампанию и продолжил службу в Севастополе. В мае прошлого года морской пехотинец прибыл в отпуск на месяц в свой родной город Михайловск. Обнявшись с родными, он поспешил на встречу с друзьями детства, многие из которых были уже дембелями и работали в строительной компании «Жасмин». Закончив работу, парни поехали кататься на восьмерке «Жигулей», которая, как выяснило расследование, никому из них не принадлежала. Общаясь год назад со знакомыми Романа, мы и узнали, что он садился в тот вечер за руль этой машины. Отсюда и возникла ошибка в определении водителя в момент аварии. Вообще, в тот день, с девяти часов вечера почти до полуночи, злополучные машины успели поуправлять многие из друзей Романа. Парни успели ее поремонтировать, съездить в деревню еще к одному из общих друзей, при этом постоянно употребляли пиво. По словам матери Романа Галиакбарова, ее сын ни пил и ни курил. Пусть так, но его друзья не чурались ни того, ни другого. Вот что рассказал дознавателям один из выживших в той аварии друзей Романа, когда пришел в себя в больнице. «Мы вместе распивали спиртное, выпили около двух бутылок пива объемом по полтора литра каждый. После этого кто-то из компании предложил прокатиться на автомобиле ВАЗ-2108. Из Михайловска мы уехали в деревню Уфа-Шигири, а в половине двенадцатого ночи поехали обратно. При этом за руль сел Антон. Галиакбаров сидел на заднем сидении слева. Он и еще один пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Пристегивались ли другие, он не знает. У машины был включен дальний свет фар. Асфальт был сухим, видимость нормальной. Машина двигалась по правой стороне проезжей части со скоростью 150-160 км в час. Навстречу шла колонна машин. Вдруг восьмерку стало выносить на встречную полосу движения. Он понимал, что сейчас произойдет столкновение и обхватил голову руками. Почувствовал сильный удар и потерял сознание. Очнулся на обочине автодороги с кровоточащей раной на лбу и болью в левой ноге. Позже в Артинской ЦРБ у него был выявлен перелом таза, левого бедра и колена. Также полицейские опросили отца Антона, который подтвердил, что его сын действительно владел этой восьмеркой, но на учет в ГИБДД ее не ставил, ОСАГО не покупал, а позже и вовсе продал машину кому-то другому. Таким образом, родителям погибших парней, в том числе Романа Галиакбарова, как и владельцам четырех поврежденных в аварии машин, не удалось получить никакой компенсации ни со страховой компании, ни с родителей виновника ДТП. Хуже того, сейчас Татьяна Фетисова, мать Романа, судится с Министерством обороны России, отказавшимся выплачивать ей так называемые ветеранские деньги за службу ее сына в Сирии. По словам военных, Роман погиб во время отпуска, а не во время несения службы. А значит, военная страховка на него не распространяется. Мы прекрасно понимаем чувства матери Романа и других погибших ребят. Видимо, те же чувства разделила и судья, присудившая Татьяне Николаевне компенсацию. Мы только не можем понять, почему загибель, трагическую, но отнюдь не героическую, какая могла бы найти морского пехотинца, защищавшего родину на дальних ее рубежах, должны платить журналисты, не убивавшие этих парней, а напротив, многие годы своей работой предостерегавшие от таких безрассудных поступков.